Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Суд был, но правосудия не было. Приговор экс-мэру Владивостока оставили в силе. Абсурд этой истории состоит в том, что Пушкарёву вменяется взятка, которую он дал, по сути дела, сам себе. День учителя отметили в России. Во Владивостоке в этой профессии трудятся целыми династиями. Соревнования для самых сильных пауэрлифтеры со всего региона встретились в дальневосточной столице. У многих спортсменов есть ограничения по здоровью коленей, спины. А в жиме лёжа эти суставы используются в меньшей степени. Также в выпуске Владивосток попал в антирейтинг по качеству дорог. И ещё расскажем. Четвёртый гастрономический фестиваль «Держи краба» состоится в краевом центре в середине октября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Владивосток, Ярославль и Смоленск показали худшие результаты по качеству дорог. Они заняли последние места в рейтинге городов России, которые составили активисты межрегионального общественного движения «Убитые дороги» по итогам масштабной инспекции в 2019 году. Эксперты проверили более полутора тысяч трасс. В итоге оценку неудовлетворительно получили Ярославль, Владивосток, Смоленск. Общественники отметили, что в этих городах множество ям на дорогах. Причём они находятся на главных магистралях. Напомню ранее, дальневосточный полпред Юрий Трутнев сказал, что во Владивостоке ужасные дороги. В ходе рабочего визита в дальневосточную столицу он проверил ряд объектов и площадок, где сейчас идут ремонты. Особое возмущение у него вызвало то, что часто действия рембригад не согласованы с жителями и ГИБДД. В результате появляются огромные пробки. Также полпред посоветовал мэру Приморской столицы лучше выбирать подрядчиков и раскритиковал замену бордюров, отметив, что федеральные деньги были предусмотрены для работ по расширению дорог. Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-мэру Владивостока. Судебная коллегия не прислушалась к доводам защитников Игоря Пушкарёва. Защита обжалует решение Мосгорсуда в кратчайшие сроки. 4 октября заседание продолжалось более 8 часов, после чего суд удалился в совещательную комнату. Пробыв не менее часа, судьи Елена Иванова, Юлия Манеркина и Елена Лаврова вернулись в зал судебного заседания с определением приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Напомню, Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы 3 октября. Заседание длилось почти 9 часов. Суд выслушал двухчасовую речь Игоря Пушкарёва. Однако не успел выслушать все доводы защиты и перенёс рассмотрение на следующий день. 4 октября заседание продолжилось. Игорь Пушкарёв выступил с заключительным словом. Информационное агентство ВладНью свело текстовую онлайн-трансляцию из зала суда. Суд не вынес решение по принципу правосудия, уверена защита. Хочу напомнить, что назначением правосудия является защита прав человека и гражданина. Если мы ведём речь о деле Пушкарёва Игоря Сергеевича, то суд в отношении Пушкарёва первой апелляционной инстанции был, но правосудия, к сожалению, не было. Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Суд постановил, что Пушкарёв воспользовался своим служебным положением и получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере. Судья признал Игоря Пушкарёва виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Пушкарёва суд приговорил к 8 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Лушникова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Конечно, мы с приговором в любом случае будем не согласны. Я как адвокат и по-человечески я целиком уверен в невиновности Игоря Сергеевича Пушкарева. Я не понимаю, чем обусловлена такая суровость и жесткость выносимых судебных актов. Для чего это делается, не знаю, возможно, показательно, но я не вижу для этого вот таких вот серьезных законных оснований. Абсурд этой истории состоит в том, что Пушкареву меняется взятка, которую он дал, по сути дела, сам себе. Из тех дивидендов, которые он получил от деятельности своих обществ, он, по сути дела, взял деньги. Ну, как обычный человек, ведущий, имеющий какие-то юридические лица. И эти дивиденды, его личные, это, в общем-то, взятка. Поэтому это урок всем на будущее. Если вы ходите из какого-то общества, но в дальнейшем отдаете его кому-то, но получаете от него денежные средства, любому человеку получается такая взятка, может быть, в дальнейшем вменена, если он будет совмещать государственную или муниципальную службу с ведением бизнеса. Правомерный вопрос. Был ли ущерб? Адвокат поясняет, что есть все доказательства, что Игорь Пушкарев вкладывал в город немалые собственные средства. Игорь Сергеевич Пушкарев вложил в город большое количество своих собственных личных денежных средств, которые были получены от его группы компаний. Он финансировал, он субсидировал этот город. Перед ним стояла задача отстроить город перед самим Томатес. Да он это сделал. Он превратил Владивосток в тот город, в который приезжает международная делегация, в которой не стыдно пригласить зарубежных гостей. Это его личные денежные средства. Он в зале судебного заседания сам сказал, я вложил эти деньги в город осознанно. Это мой дар городу. Я понимаю, что как чиновник я несу социальную ответственность. Для меня это в неком смысле социальный проект. Это мой дар городу. Я понимаю, что как бизнесмен и как мэр я должен был это сделать. Я это сделал. Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгурсуда от 4 октября по делу Игоря Пушкарева в кратчайшие сроки в Верховном суде. Информационное агентство ВладНьюс выложило на своей странице в сети текстовые онлайн-трансляции с зала суда по двум дням заседания. Они в свободном доступе и с ними можно ознакомиться. Горевшая в Сахалинской области плавбаза Петр Житников прибыла в Приморье. В настоящий момент она стоит на рейде в порту Славянка. Решаются вопросы постановки ее в ремонт на завод, сообщили в морском спасательно-координационном центре Владивостока. Ранее Росмор Речфлот сообщал, что плавбазу отремонтируют на заводе Славянка. Напомню, плавбаза Петр Житников компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океане у Курильского острова и Туруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали. 63 человека остались тушить пожар. Это заняло несколько дней. Плавбазу до пролива Екатерины сопровождал траулер «Чемпион», а после она продолжила следование суднам «Садовск». Последняя группа эвакуированных на Курилы работников аварийной плавбазы вылетела с Кунашира на Сахалин 28 сентября. До этого пятью чартерными рейсами во Владивосток были доставлены 345 членов экипажа плавбазы. Более трех тысяч участников объединили Дальневосточный цифровой форум и конференция «Русский метап-2019», которые одновременно прошли в Дальневосточном федеральном университете. Без прорыва в цифровой сфере невозможно достичь опережающего развития Дальнего Востока, считают эксперты. Год назад ДВФУ запустили первую в России школу цифровой экономики, а сейчас создают Центр цифрового развития, чтобы высокотехнологичные компании имели в ДВФУ опорную точку для своих проектов. Одна из таких компаний – Сбербанк. В рамках форума прошла первая региональная конференция Сбербанка, где представители банка рассказали участникам об опыте в области искусственного интеллекта и анализе данных машинам обучения, применении компьютерного зрения. В банке сейчас, я бы сказал, что нет ни одного процесса и ни одной сферы деятельности, в которой мы не применяем искусственный интеллект. И это наша стратегия развития, то есть проникновение искусственного интеллекта во все сферы деятельности банка. И исторически это были риски, да, скоринговые модели, Но сейчас это и розничный блок, и корпоративный, и уже ИЧАР. Мы помогаем ИЧАР-специалистам принимать более эффективные решения о найме с помощью искусственного интеллекта. В ходе экскурсии по офису «Молодежный» можно было познакомиться синтетической личностью с Бертой, голосовым помощником нового поколения, узнать о работе специального приложения, которое способно через камеру планшета или смартфона распознать внешний вид монет из драгоценных металлов, Желающие смогли примерить VR-очки, которые применяют при обучении и пилотировании у самолета, учат публичным выступлениям и позволяют совершать виртуальные экскурсии. Наша задача просто показать, как при помощи искусственного интеллекта зарабатываются деньги или экономятся деньги, соответственно, в части расходов. Нам важно создать какой-то толчок технологический для того, чтобы произошел импульс в развитии, в обучении технологиям, искусственному интеллекту больших данных, чтобы в целом общество проникало с этими технологиями. День учителя отметили в России на минувших выходных 5 октября. По сей день в этой профессии есть энтузиасты, которые трудятся в школе целыми династиями. Мама, папа и дочь в одной школе. Почти 100 лет общего стажа. Семьей Визер, которые не просто работают в образовательном учреждении, а в школе для детей с нарушением слуха и развития, познакомилась моя коллега Светлана Садовая. Виктор Иванович, Наталья Анатольевна, Галина Викторовна. Отец, мать и дочь. Династия Визер, специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат первого вида, не просто гордится. Общий стаж только этих педагогов здесь более 90 лет. А началось все с бабушки Галины Дмитриевны Визер, которая проработала в школе-интернате 49 лет. То, что сейчас уделяется большое внимание именно этим династиям, это, знаете, повышает престиж профессии. Потому что я вижу, как горят глаза Галины Викторовны, когда мы говорим о том, что она пошла по стопам, по такой трудной профессии. Она и трудная, и интересная одновременно. И в нашей школе семья Визер – это как показатель, наверное, традиций семейных. Галина Викторовна Визер работает в этой школе-интернате уже 15 лет. С самого детства приходила сюда вместе с мамой, учителем начальных классов Натальей Анатольевной. Дома проверяла вместе с ней тетради. Теперь и сама классный руководитель, и педагог дополнительного образования. Галина Визер разработала уникальную методику для детей с нарушением слуха и занимается с детьми жестовым пением, которое помогает в том числе и развить остаточный слух. Эти дети особенные, они мне нравились, интересные. Хотелось учить их, открывать им мир, давать знания. Как и дочь, Виктор Иванович Визер в своё время пришёл в школу вслед за своей мамой, Галиной Дмитриевной Визер. Свой выбор сделал, не задумываясь, сразу после армии. И вот уже более 30 лет преподает детям изобразительное искусство и труды. Не только ученики гордятся своим учителем, но и он ими. Работы его ребят занимают призовые места на всероссийских конкурсах для детей с нарушением слуха, зрения и другими особенностями развития. С инвалидами работают. Ну как они, не инвалиды, просто немножко не повезло. Но мы их адаптируем, выводим жизнь. Также они у нас прекрасно адаптируются в окружающей среде. Наталья Анатольевна – учитель начальных классов. Пришла в эту школу вместе с мужем. Сначала работала обычным воспитателем. Говорит, с этими детьми легко работать. Для них педагог – проводник в окружающий мир. Дети плохо слышат. Принимают информацию только от нас в основном. Потому что если слышащий ребёнок, он слышит улицу, он слышит родителей. Наши дети не слышат. То есть они всю информацию принимают только от нас. Сегодня в семье Визер подрастает двое внуков. Их мама Галина не исключает, что спустя ещё несколько лет в родную школу-интернат придёт работать уже четвёртое поколение этой замечательной семьи – настоящих приверженцев профессии «Учитель». Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Гастрономический фестиваль «Держи краба» вновь пройдёт во Владивостоке. То тепло, то холодно. Нестабильные температуры обещают Приморью в середине октября. Пауэрлифтеры Дальнего Востока встретились в столице региона. Партнёр выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче всё в порядке. Сегодня с вами Юля Ракотская. И мы продолжаем. Гастрономический фестиваль «Держи краба» вновь пройдёт во Владивостоке. То тепло, то холодно. Нестабильные температуры обещают Приморью в середине октября. Пауэрлифтеры Дальнего Востока встретились в столице региона. Театр Тан остаётся верным своему девизу. Другой формат современного театра. Уникальное для Дальнего Востока театральное пространство, где сцена становится доступной для каждого, представила на этот раз спектакль по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Королева красоты из Линейна». Все роли в спектакле сыграли не профессиональные актёры, а некоторым артистам из народа этот спектакль помог осуществить мечту своей жизни. Подробности в сюжете Дмитрия Беломестного. О, на коробке так. Так что сама виновата. Попробуй ещё раз по инструкции. Это история об отношениях между матерью и дочерью, о нелёгком выборе, о национальном достоинстве и постколониальном синдроме. Роль Морин Фоллан в пьесе «Королева красоты из Линейна» для Екатерины дебют. Она с детства желала играть на сцене. И вот мечта сбылась. Я не хочу рассказывать полностью об этой героине, потому что у каждого должно быть своё мнение о ней. Либо она сумасшедшая, либо она несчастная, либо она убийца, либо она человек, который погряз в каких-то своих фантазиях. Роль серьёзная, сложная. Всю жизнь я тяготела к искусству. Я всегда активно принимала участие в каких-то мероприятиях, то есть что-то придумывала, писала стихи. То есть всегда мне это нравилось. И вот сегодня я осуществила свою мечту всей жизни. Я играю на сцене в театре. Театр «Танк», который так и расшифровывается. Театр Андрея Нартова в начале октября поставил провинциальный трагефарс в одном действии по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха. В спектакле только четыре персонажа. Из них два главных. Их роли исполняют непрофессиональные актёры. Это своего рода особенность театра Андрея Нартова. Даже звонят, спрашивают, а кто у вас работает? Какой у вас актёрский состав? Я говорю, кто? Бухгалтер, менеджер, учитель, ученик, военный. То есть у меня нет ни одного профессионала. Это с ними легко. Они слушаются, они вникают, и я их не ломаю. То есть вот какой есть Мэг, да, вот Катя, какой есть характер, такой есть. Впереди у театра «Тан» гастроли по Дальнему Востоку и масса премьер. Среди которых комедия «Три плюс код». Этот спектакль будет показан в России впервые. Театр Андрея Нартова получил эксклюзивные права на показ от драматурга Евгения Шестакова. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Четвертый гастрономический фестиваль «Держи краба» в этом году состоится с 15 по 30 октября во Владивостоке. С прошлого года фестиваль стал общероссийским. И теперь попробовать краба по специальной цене можно от Москвы до Владивостока. В списках 70 ресторанов-участников более чем из 20 городов России. Во Владивостоке в этом году камчатский краб будет продаваться по специальной цене – 1400 рублей за килограмм. Отмечается, что краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится для гостя. А в ресторанах России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни – 300 граммов за 1400 рублей. А также блюда из краба по цене не выше 700 рублей. Фестиваль призван способствовать развитию гастротуризма, который активно набирает обороты на Дальнем Востоке. А также продвигать в массы вкусные и полезные продукты. Тайфун Митак, за которым пристально следили приморские синоптики, ушел к Курильским островам и получил долгожданное второе дыхание в Охотском море. Но к Приморскому краю это обстоятельство уже не имеет никакого отношения. В нашем крае в результате прохождения холодного фронта резко похолодало. По прогнозам синоптиков, уже 8 октября над Приморьем пройдет очередной атмосферный фронт с небольшими осадками. Снова похолодает до уровня 4 октября, а кое-где и ниже. В середине недели, 9-10 октября, несколько потеплеет. Днем не исключена температура до плюс 18. А вот 11 октября в пятницу над Приморьем снова пройдет очередной фронт с небольшими осадками. И опять похолодает. До воскресенья 13 октября в южных и центральных районах температура воздуха не превысит 5-10 градусов тепла. И далее к новостям спорта. Пауэрлифтеры Дальнего Востока встретились на соревнованиях по жиму лёжа. Мероприятие объединило сразу 4 разных турнира. Силачи не только поднимали большие веса и устанавливали новые рекорды, но и делились мнением о том, насколько актуальна сегодня эта спортивная дисциплина. Подробности у Максима Яковлева. Сезон пауэрлифтинга в Приморье практически круглогодичный. Он привязан к календарю Российской Федерации этого вида спорта. В этот раз пришло время испытать спортсменов в одной особой дисциплине – в жиме лёжа. А чтобы привлечь больше участников с различных уголков страны, организаторы решили объединить здесь сразу 4 статусных турнира. К сожалению, достаточно малое количество спортсменов, которые участвуют в этом мероприятии или только занимаются жимом. Но есть и такие, которые очень высоких результатов достигли в жиме и занимаются только жимом. Тем более, что эта дисциплина сейчас относится официально к спорту пауэрлифтинг. И действительно, даже объединение из нескольких соревнований не собрало более 40 спортсменов. И тем не менее, борьба получилась. Свою небольшую команду привёз, например, известный силач-экстремал Александр Мирошниченко. Он признался, что сам в жиме не профи. Однако считает, что сама дисциплина отнюдь не изгой в сфере пауэрлифтинга. Проще выступать в одной дисциплине, нежели три движения делать. Тренироваться проще. Опять же, у многих спортсменов есть какие-то ограничения по здоровью коленей, спины. А в жиме лёжа эти суставы используются в меньшей степени. Поэтому позволяет людям, у кого даже серьёзные проблемы со спиной, всё равно готовиться побеждать. Самое интересное, что на Дальнем Востоке куда большего успеха достигают именно девушки. Екатерина Галочка, например, несколько лет назад была журналисткой, затем решила уйти в спорт. И не пожалела. И сама Катя, и её подруги нередко встают на всероссийские и международные пьедесталы. Говорят, в нашем регионе среди женского пола всегда есть на кого равняться. Валерия Тимощук раньше выступала на мастер спорта международного класса. Добилась высоких спортивных успехов, выиграла чемпионат мира в своё время. Сейчас Ангелина Яловикова очень перспективная спортсменка, тоже МСМК. Старшие девушки, скажем так, подают хороший пример молодёжи. Они стараются за ними тянуться, как-то развиваться. А парней нет высокого уровня, и давно не было, там, с начала 2000-х годов. До конца этого года пауэрлифтеров ждёт ещё одна проверка сил. В ноябре в соседнем Артёме пройдёт краевой чемпионат по троеборью. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Владивосток попал в антирейтинг по качеству дорог. А ранее ремонт магистрали раскритиковал дальневосточный полпред Юрий Трутнев. Суд был, но правосудие не было. Приговор экс-мэру Владивостока оставили в силе. 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. День учителя отметили в России и во Владивостоке. Этой профессии трудятся целыми династиями. Четвёртый гастрономический фестиваль «Держи краба» состоится в Краевом центре в середине октября. То тепло, то холодно. Нестабильные температуры обещают Примурью. Соревнования для самых сильных пауэрлифтеры со всего региона встретились в дальневосточной столице. 88812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.